Почти 30, но все как бы только обещало и требует ремонта. И кроме этого, есть предложение сделать пешеходной зоной вот этот уровень, где машины быстро учатся, чтобы она полностью была доступна для жителей, не только как пешеходной, но и как спортивной зоны отдыха. И в этом случае мы с вами не только создадим пешеходную зону 8-метровую, но и ее основные участки будут привлекательны для отдыха, для спорта, для просто времяпровождения. Поэтому вот если нас жители поддержат, Михаил Александрович, мы найдем ресурс, а Михаил Александрович за это время подготовит проект, время у нас достаточно, и мы его начнем реализовывать на будущий год с апреля. Потому что речь идет о том, что даже та часть набережной, которая была выполнена где-то после 2012 года, она требует ремонта, в связи с тем, что, как уже говорил раньше, работы проводились в декабре, в январе, а в это время работы нельзя проводить. И также, скорее всего, были неправильно приняты решения по конструкции. Это все привело к тому, что набережная стала подмываться, и просела верхнюю часть. Мы видим, что там, конечно, ходить можно, но тот, кто на роликах или засмотрится вдаль, под ноги смотреть не будет, может упасть. А у нас в планах использовать набережную, в том числе под каток. Сегодня под каток использовать можно только часть территории, которая выполнена безупречно, и которая, кроме всего прочего, имеет поверхность достаточно... не только ровную, но и с отсутствием провала, потому что иначе в эти провалы, в эти разломы уйдет вода, и это будет еще хуже, потому что все это станет разрывать оставшуюся часть набережной. Поэтому ей нужно заняться. Средства мы нашли на то, чтобы привести в порядок ту часть, которая выполнена недавно. А вот что касается нашей исторически сложившейся набережной, то есть вот этой территории, где мы сейчас находимся, в этом форме долги, то, конечно, здесь большая работа и цель-преконструкция, но все это правильно. Здесь не только нужно поддержать, взять и в ближайшие дни буквально закрыть движение и сделать набережную доступную для жителей, для родителей с детьми, для пешеходов, потому что вот мы пока стоим, видим с вами, больше груза проходит, КамАЗы, мчатся легковые автомобили, причем вот если кто-то выбежит из-под воротни или выйдет с нижнего яруса набережной, можно попасть под колеса. Поэтому нам надо просто сделать набережную пешеходную до Словакии и, соответственно, пешеходная зона у нас будет идти по ложке. Дальше мы будем подниматься уже по Кирову, потом идем на Рахово, на вторую Садовую и выйдем вновь на набережную. А так как мы работу по набережной в районе юридической академии завершим в этом году, у нас на будущий год пляж там откроется, потому что все финансовые проблемы, которые сами создали, те, кто отвечал за организацию работы, сейчас решены. И мы средства не остановим, которые были утрачены в прошлом году. Это нам все позволяет говорить о том, что набережную и, соответственно, всю пешеходную зону мы введем к будущему году. Но у нас останется, как, если хотите, здесь упор всем нам, старая набережная, которая некогда раньше была лучшей набережной вообще среди ложских городов. Она была украшением города. Ну а сейчас ее просто нужно привести в порядок, потому что она таким же украшением может стать и в будущем. Но при этом приняв решение по организации пешеходной зоны. Поддерживай? Да. По машинам? Наверное, все согласятся. Она по факту.